Детский эколого-биологический центр «Натуралист» собрал гостей по случаю празднования 85-летия Хабаровского края, а также в честь своего 45-летия. Более подробно вам расскажет моя коллега Ирина Рабинская. Этот год ознаменован юбилеями Амурского района и города Амурска. Центр «Натуралист» провел множество мероприятий, посвященных этим датам. А еще ровно 45 лет назад открыл свои двери для первых учащихся. Сегодня мы пригласили гостей и наших коллег для того, чтобы отметить несколько событий. Первое событие – это 85 лет нашему Хабаровскому краю. Ну и у нас вообще юбилейный год в этом году. Это и юбилей Амурского муниципального района, и юбилей города Амурска. По этому поводу у нас было множество мероприятий. И 45 лет назад образовался детский эколого-биологический центр «Натуралист». Сначала, конечно, он назывался по-другому «Станция юных натуралистов». И 45 лет пришли первые учащиеся к нам в центр. Вниманию всех гостей была представлена фотовыставка, созданная на основе работ конкурса «Объективный взгляд на природу». После этого пригласили в молодежное пространство «Научная студия «Ниформат», где рассказали о деятельности центра. Наше мероприятие начнется открытием выставки, которое посвящено 85-летию Хабаровского края. Мы весь год проводили различные фотоконкурсы. И по итогам фотоконкурсов выбрали самые-самые лучшие работы победителей. И сегодня собрали такую большую фотовыставку. Ну, далее мы проследуем в нашу молодежную студию «Ниформат». И там окунемся в историю центра «Натуралист». Расскажем о том, с чего все начиналось и как сейчас центр реализует свои программы. Ну и, конечно, перспективы развития. Поблагодарим наших партнеров. Детский эколого-биологический центр «Натуралист» известен не одному поколению амурских школьников. 1 сентября 1978 года в городе Амурске распахнула свои двери станция юных натуралистов. А спустя 17 лет в 1994 году станция ЮНАТОВ получила статус муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского эколого-биологического центра «Натуралист». В настоящее время материально-техническая база центра позволяет вести большую воспитательную работу по экологической и природно-охранной деятельности. Кроме того, центр «Натуралист» выразил большую благодарность за многолетнее сотрудничество и поддержку экологических инициатив своим партнерам и друзьям. Благодарность от детского эколого-биологического центра «Натуралист» за филиал в Болонске, федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное при Амуре». Это тоже наши добрые партнеры, которые традиционно с нами всегда, уже на протяжении многих-многих лет. Больше, да, больше 20 лет мы с вами столько не живем, сколько сотрудничаем в наших учреждениях и в зоне. Поэтому спасибо вам огромное. Мы всегда рады сотрудничеству и всегда рады тем мероприятиям, которые мы делаем с истинным голодом. Спасибо. В завершении праздника всех пригласили на улицу для того, чтобы посадить символически два саженца на экологической тропе, на которой уже есть 84 вида деревьев и кустарников. И в честь 85-летия Хабаровского края была посажена ива швейцарская. И ребята с лопатами где? Миша, идите сюда. Давайте. Многие выпускники Центра «Натуралист» связывают свою жизнь с экологией. А если и не становятся профессионалами в экологических профессиях, то приносят любовь к природе и бережное к ней отношение через свою жизнь. Ирина Арабинская, Иван Маноленко, Игорь Кузнецов, телеканал Амурск.